На творческую встречу с Георгием Сагалаковым пришли учащиеся школы номер 7 и детская школы искусств номер 1. Выставка уже работает, но по сути сегодня ее торжественное открытие вот в таком формате живого общения с художником. Георгий Николаевич, мне хочется вам выразить признательность и благодарность за то, что вы всегда нас поддерживаете и, я надеюсь, с удовольствием откликаетесь на наши различные проекты. Еще мне хочется сказать о том, что радует тенденция появления локальных выставочных площадок в нашем городе. И это важно не только для культуры города в целом, но особенно важно для культуры района, в котором появляется такая выставочная площадка. Георгий Сагалаков – автор, работающий в стиле этноархаики, постоянный участник городских и республиканских выставок. На его полотнах изображены этномотивы. Красота хакасских степей, уникальная природа малой родины художника – небольшой деревни в Таштыбском районе. Вдохновение я черпаю из жизни, из земли, у меня огород, я там работаю еще. Ну и еще в любое время я меняю. Вот говорят, отдых – это есть смена вида работы. Ну и увлекаюсь я еще русскими шашками. В свободное время мы встречаемся и играем или ездим на турниры. Совсем недавно Георгий Николаевич прекратил свою преподавательскую деятельность. До нынешнего года работал педагогом детской художественной школы имени Каратанова. Но творчество остается большой частью его жизни. Наравне с живописью, как искусство, он ценит им музыку. Она считает способна дополнить полотна художника, придать им еще больший смысл. Персональные выставки художников Хакасии нередко проходят не только в Абаканской картинной галерее, но и в культурно-досуговых центрах жилых районов республиканской столицы. Так искусство становится ближе. Экспозиция Георгия Сагалакова под названием «Сквозь века и тысячелетия» в КДЦ «Заречье» будет представлена до конца сентября.